Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. На работе меня замучила какая-то, как мне кажется, конкуренция с коллегой, которая младше меня полтора раза. Пыталась сотрудничать с ней, но она ставит себя в позицию сверху и некомфортно. Потом стала наблюдать такое, что, например, другие сотрудники в коллективе говорят так, с ней это работает нормально, а это какая-то мыщательность, про меня говорят. А ты-то ух. Как бы превозносит ее. Это давит на мозг, после таких слов я общаться пристал с ней, негатив усилился. Что можете посоветовать? Спрашивает Евгения. Здесь важно, пожалуй, уточнить, что мы можем посоветовать, чтобы что. То есть, ну, посоветовать для чего. То есть, одно дело, если вы, к примеру, хотите в себе разобраться, да, и, например, увидеть, что именно, допустим, давит вам на мозг, как вы говорите, да, и вот, что конкретно, ну, что конкретно давит вам на мозг, например. И как выходит, что вам вот некомфортно, и вы воспринимаете это вот всерьез, то, что делает ваш коллега, и то, что делают коллеги, то есть, как бы вот, что с этим делать, да. Тут ведь история о том, что могут быть, ну, могут быть замешаны, да, могут быть замешаны в той или иной степени, как, например. Ваши некоторые, ну, болезненные, уязвимые места, вот, допустим. А могут быть замешаны и ваши, например, ценности. Вот. То есть, разная может быть история. Можно рассмотреть возможность гармонизировать отношения, в общем и целом, с коллегой, как вариант. Можно обратить внимание на вашу, в целом, такую профессиональную деятельность и посмотреть, насколько, например, вы обращаете внимание на это, насколько, насколько вы обращаете внимание на нее, на свою профессиональную деятельность. Нравится ли она вам, устраивает ли она вас или нет. Это важный момент, потому что, если вас по той или иной причине, ваша деятельность, например, не устраивает, то этот вопрос уже не относится к... ну, по крайней мере, напрямую, к тому, что делает ваша коллега. Это вопрос, скорее, относится к вам. И к тому, насколько вы реализованы. Важный момент достаточно, на который, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. Внимание, причем, я бы сказал, ну, самое пристальное внимание. Вот. Потому что... Как мне кажется... Эээ... Без... Того, чтобы... Уделить... Или... Уделять... Внимание... Эээ... Эээ... Ээм... Эсим моментам... Обойтись не получатся. Вот, собственно говоря, эээ, то... На что... На что... Хотелось бы... Сделать акцент. В контексте вашего текста вас задевают, выражаясь вашим языком, давить на мозг то, что про вас говорят коллеги, называя вас мышью, и надо сказать, что это действительно неприятно, т.е. как-то отрицать факт того, что это неприятно именно отрицать, было бы, пожалуй, игнорированным реальности. Но говорить также нужно и о том, что конкуренция возможна тогда, когда человек в той или иной степени в себе не уверен. Как, например, не уверены в себе вы, на мой взгляд. И вот с уверенностью в себе, с ощущением, с пониманием себя, с пониманием своего места, работа. Ну, если мы говорим, опять же, если мы говорим непосредственно о вашем профессиональном росте, да, если мы говорим об этом, необходима работа. Другой, конечно, вопрос здесь заключается в том, хотите ли вы этого? Т.е. хотите ли вы работать над этим? Или вы считаете, что работать вам не нужно? И вы считаете, что в целом, ну, все нормально и, как бы, это неправые коллеги, да, то есть коллеги неправые и берут себя категорически ненормально. Если так, то за это вам необходимо взять на себя ответственность. Говоря об ответственности, пожалуй, хочется, наверное, сказать следующее, что если вы берете ответственность на себя за то, что кто-то ведет себя неправильно, то в таком случае вам необходимо что-то с этим делать. Иными словами, не оставлять. Иными словами, не оставлять, ни в коем случае не оставлять. Это без, ну, допустим, какой-то вашей реакции, без каких-то ваших, может быть, вмешательств и так далее. То есть вот этот момент, на мой взгляд, очень и очень важен. Если мы говорим, повторюсь, о том, что вам делать, да? Ситуация, конечно, непростая. То есть я не буду... Не буду утверждать, что... Ну, что всё понятно, да, и... Как бы... Выход из этой ситуации... Ну, есть и так далее. Да, выход, конечно, есть. Безусловно, и вне всякого сомнения, выход из этой ситуации есть, это правда. Вопрос только в том, что это за выход? Какой это выход? И какой выход приемлем, скажем так, для вас? Вот что здесь, пожалуй, самое главное. Потому что, если, например, выяснится, что какой-то выход для вас неприемлем, это станет, на мой взгляд, точкой, куда вы можете двигаться. Вот. Как-то, 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 наверное, как-то, наверное, так я бы ответил вам на ваш вопрос. Какой-то, наверное, такой ответ можно вам именно сейчас, конкретно сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Отдельно хочется сказать, отдельно хочется сказать, что это не является ни в коем случае советом. Я не хотел бы давать вам советы. Просто хотел бы, по возможности, помочь вам максимально подробно, если это возможно, раскрыть положение вещей. Предполагая, что вам в той или иной степени это пригодится. Безусловно, вам неприятно и больно от того, что происходит. И с чувством, скажем так, с чувством той болезненности, с которой вы сталкиваетесь, вам нельзя оставаться одной, как мне кажется. То есть нужно, чтобы вы рассмотрели для себя возможности по получению помощи. Возможности по получению психотерапевтической, в первую очередь, помощи. Чтобы вы могли реализовать себя лучшим образом. Чтобы вы могли получить для себя то, что вы хотите. Сейчас это сделать максимально затруднительно для вас. Ну, потому что, вероятно, вы чувствуете себя в определенной ловушке. И помочь вам выйти из этой ловушки может психолог. Вот, пожалуй, именно такой ответ на данный момент я могу вам предложить с точки зрения психологии. И с точки зрения психотерапии. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что у меня получилось раскрыть вам те моменты, которые я считал важными. Надеюсь, у меня получилось раскрыть вам те аспекты, которые мне казались ценными. И надеюсь, вы сможете для себя сделать определенные выводы. Выбирайте себе психолога, начинайте консультироваться. И я думаю, что так или иначе ситуация будет разрешена. Но повторюсь, отдельно повторюсь, что вам необходимо, что называется, сформулировать свой запрос. То есть, сформулировать то, чего вы бы хотели. Сформулировать то, в какую сторону с психологом вы хотели бы двигаться. В сторону решения какой проблемы вы хотели бы двигаться с психологом. Это, на мой взгляд, очень важно. Потому что от постановки цели много чего зависит. Вот, пожалуй, и всё. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. То есть, формирование обратной связи, формирование того отклика, который вы могли прочувствовать, да, слушаем мой ответ. Вполне может стать началом вашей психотерапевтической работы. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы его формулировали, даже если не собираетесь консультироваться. Просто для себя, для лучшего понимания себя, для лучшего знания себя, это было бы весьма и весьма неплохо. Всего вам самого доброго. Обращайтесь. Поехали глаз. В worries. В моемünз